Начнем с главного. Подведены итоги прошедших выборов. Напомню, что 10 сентября на территории всей Российской Федерации проходил единый день голосования. В Ленинском районе выбирали депутатов в Советы депутатов в шести поселениях и в трех поселениях глав администрации. В нашей студии сегодня Николай Бондаренко, председатель избирательной комиссии Ленинского муниципального района. Здравствуйте, Николай Васильевич. Добрый день. Скажите, пожалуйста, день выборов позади. Насколько он хорошо прошел, легко, может быть, сложно? Были ли какие-то нарушения на избирательных участках? День выборов, по крайней мере, для избирательных комиссий, он всегда проходит достаточно сложно и напряженно, начиная с того, что начинается, как правило, в шесть утра, а заканчивается к шести утра, но, наверное, уже следующего дня для многих. Так было и в этот раз. Особенность муниципальных выборов заключается в том, что жители выбирают своих руководителей, непосредственных руководителей, да, это либо в органах представительных власти, или глав поселений. И с этими выборами они связывают особые надежды, потому что в районе, в городе они находятся каждый день, и каждый день хотят чувствовать себя уютно и комфортно. Были ли зафиксированы нарушения? Ну, без нарушений обходится ни одна выборная кампания, но определяющих, которые могли бы повлиять на результате выборов, нет. В этой избирательной кампании существовался очень жесткий, плотный контроль со стороны наблюдателей. 237 наблюдателей работало на избирательных участках. Кроме этого, у нас были представители избирательной комиссии Московской области, которые постоянно мониторили ситуацию на избирательных участках. Члены территориальной избирательной комиссии выезжали на участки, беседовали и с теми кандидатами, которые в это время находились на участках, и с наблюдателями. И у нас во время проведения выборов присутствовал руководитель мониторинговой группы Марина Анатольевна Юденич и полномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Юрьевна Семенова. Они дали достаточно высокую оценку организации выборов в нашем районе. А какой процент избирателей пришел в этот раз на выборы? Да, вы знаете, в принципе, в этот раз несколько даже превзошли наши ожидания. Процент явки составил по всему Ленинскому району 25,4 от общего количества избирателей. Это несколько выше, чем средняя явка по Московской области. Ну и, конечно, значительно выше, чем у соседнего нашего мегаполиса, это у Москвы. Ну и непосредственно к итогам выборов. Кто победил на выборах? Ну, наверное, начну с глав поселений. Главой поселения, городского поселения Видное стал Шамаилов Моисей Исакович. Он одержал достаточно убедительную победу. Камардина Марина Николаевна стала главой сельского поселения Развилковская. И Гусов Сергей Викторович одержал победу на выборах главы сельского поселения Володарская. Теперь перейдем к тем, кто будет в советах депутатов. Ну, начнем мы, наверное, с городского поселения Видное, как самое крупное поселение в Ленинском районе. Десять человек победили представители Коммунистической партии Российской Федерации. Шесть человек – это представители Единой России. Два – от Либерально-демократической партии России. И по одному – кандидаты от Партии Роста и от Справедливой России. Если говорить о сельском поселении Развилковская, то девять принадлежат партии или выдвинуты были партии Единая Россия. Четыре – КПРФ. Два – человека от Справедливой России одержали победу. В сельском поселении Молоковская шесть депутатов будут представлять Единую Россию. Три будут депутаты ЛДПР и один – депутат КПРФ. Сколько всего там? Там всего десять. Десять в Развилке было. Все зависит от количества, наверное, человек, проживающих, какого количества? Зависит от того, как уставом определено, какое количество депутатов должно быть. Соответственно, и на это количество у нас создаются одномандатные избирательные округа. Продолжаем. В Булатниковском 15 кандидатов мы выбирали. Десять – это представители Единой России, два – ЛДПР, один – КПРФ и один – партия Роста. Депутат уже депутат. В общем-то, все такие основные партии, которые сейчас достаточно представлены. Да, да, да. Все партии достаточно активные. Ну, вот кто-то больше, кто-то меньше. Ну, это особенность любых выборов, наверное, уже. В городском поселении Горки-Ленинске мандаты распределились следующим образом. Значит, шесть депутатов – это представители Единой России, два – КПРФ, один – КПРФ, один – КПРФ и два – Самовыдвиженца. А в СССР уникальная ситуация – все 11 депутатов – представители Единой России. Если говорить о среднем по Ленинскому району, то получается, что представители Единой России получили 48 мандатов – это 58,5% от общего числа. Коммунисты – 18 мандатов – это почти 22%. Либерально-демократическая партия России – 8 мандатов – почти 10%. Партия Роста – почти 2,5% и Самовыдвиженца – это чуть более 3,5%. Вот примерно таким образом распределились. Теперь для всех, кто победил на выборах, начнется несколько иная жизнь в новом статусе. Скажите, а когда эти люди приступят к исполнению своих новых обязанностей? В пятничном номере видновских вестей должен быть опубликован итоговый протокол, который мы подписали вчера. И на 15-й день после опубликования этого протокола должно состояться соответствующее заседание Совета депутатов, которое собирает глава поселения, на котором они и вступят в свой статус непосредственно депутатов, изберутся из своего состава председателя и приступят к работе. А я напомню, что об итогах выборов мы беседовали с председателем избирательной комиссии Ленинского муниципального района Николаем Бондаренко.